Панельная дискуссия и Макса. А теперь, Макс, вам слово. Спасибо большое. Я чуть-чуть шире поставил себе задачу рассказать, чем объявлено в программе. Не потому что я хочу вас всех толкать на ICO. Потому что, в принципе, мысль в том, что ICO характерно показывает некоторых чертей именно насыщенного доклада Сергея и очень насыщенных других докладов, по-моему, прошедших в этом семинаре, которые очень характерны для революции, которую мы видим, наверное. Значит, несколько слов об себе. Я родом именно от Штутгарда. И работаю здесь, в России, уже больше 20 лет. У меня в своем профессиональном жизни были, по-моему, три такие просто паровальные времена. Первое было объединение Германии. Второе было то, что произошло в России в 90-х годах. Третье было E-bubble, так называемый, который уже оценивает своим названием bubble, что это неуспешно было. И четвертое, мне кажется, сегодня тот блокчайн-революшн, который мы видим. всегда то, что происходит, начинается тем, что нам говорят в нашей дискуссии тоже это прозвучало, вы динозаврии, юристы, вы ничего не понимаете, мы это все сделаем по-другому, у нас новые жизни. И всегда мы юристы там типа сидим и говорим, что говорит, почему говорит, это типа там чуть-чуть не может быть. И всегда я бы сказал обе праве. В одном юридическом, скажем, обществе, значит, где мы находимся, налогообложение регулятора, он продолжит быть. Всегда то же самое время в таких провальных ситуациях меняется очень построение значит тех потребностей, которые мы как юристы должны учти, когда там советуем. Поэтому наша задача всегда очень скажем внимательно для себя слушать и сделать своих выводов относительно того, что правильно неправильно. И честно говоря, вот этот доклад, который я сделал, я работал на него после того, что мы встретились здесь в июне, после своих мыслей написал и так далее, и так далее. В итоге эта конференция уже понимает, что надо было бы его переделать частично и улучшить частично, потому что просто картины не так получили частично, потому что не отразил именно тех моментов, которые прозвучали здесь. Но тоже самое время надеясь на и панельные дискуссии будем представлять того, что сделаю. Буду начинать с каким-то вопросом развития криптовалют. Почему мне кажется кардинально? Это кардинально, мне кажется, не только из-за того, что появился вот этот инструмент ICO, но потому что криптовалют задерживает какое-то свойство, которое я понял, когда переработал основные тиски, white paper, для себе осместил AeroLab, и тоже слышав разговоры, очень интересно, когда Сергей, например, переходит очень плавно от использования дронов на futures, на производный инструмент, на каких-то вещей, которые совершенно, в точке жизни юриста, это кульминация сложности, когда говоришь с юристом типично, безнанимается дерево, сложно, сложно, как-то непонятно, да, почему это типично, потому что токен сам по себе позволяет унификация, но до унификации, что должен произойти, это как-то уравнение на каком-то месте, на futures, например, относительно будущее время, относительно контрагента, относительно вероятность того, что там будет кардинальные изменения до того, что используют вот эти futures в какое-то время, я для себе попробовал, здесь там тоже маленькая ошибка, это вот эти связи описать относительно двух примеров, в которых я участвовал, можно было других добавить, что такое вот эти типа связи на примере эмиссии визбросов, это верификатор, это качество юридического заключения, например, значит, если идешь на отрасли вибросов, парникового нагаза, вопрос, как обозначить так называемого источника уменьшения вибросов, или источника вибросов, очень хороший пример, это когда смотришь на вибросов, одни один из самых больших вибросов, источников вибросов, это сообщение, машина, которая идет, она выбрасывает очень много, но сам владелец машин не может быть источником вибросов, потому что он действовать на этом фоне не будет, возможно, это должен быть муниципалитет, потому что муниципалитет может влиять на сообщение, может на движение влиять, но это смена машины штаба не определено, как будет тогда определяться в реальности юридическом заключении, которое говорит, это самый быстрый источник этих выбросов, и как будут уравняться разные юридические компании, конечно, по идее это мог быть юридическое заобщество, по мощности программы это тоже мог быть юридическое заобщество, но как это тогда в начальном организовать и как построить программу таким образом, что действительно только юридическое заобщество утверждало качество юристов, и один конкурент некачественное заключение другого конкурента утверждал, это именно проблема, которую мне кажется перестает решать. Относительно вот это я путался риск передачи единиц это в принципе для уменьшения выбросов по производству, это наверное логистика производства, это контрагент, который производит может быть в будущем чего-то может быть у него банкротство, тогда результат производства передавать не сможет, это определенный риск, который можно квантифицировать, конечно возможно его наилучим образом квантифицировать через блокчейн, но основной тезис здесь значит что мы стоим в начале квантификации, в начале взаимодействия, то что вы сделаете до сих пор по-моему это наложение технических предусловий для такого взаимодействия, то что надо будет развивать в дальнейшем это как это углублятно в разных типах рисков, на разных типах оценок, на разных типах и унификация, что мне кажется здесь тоже слайд, который не очень получилось, поэтому будет поверсенность на основной тезис сказать, мне кажется очень важно себе представить как будет взаимодействие между теми, которые дают деньги развивать в дальнейших этапах один модель конечно это тот о котором Сергей говорил и при своем докладе и по дискуссии который у нас был в котором просто инвестор дает пожертвование наверное вот это пожертвование не без какого-то цели он дает пожертвование например на развитие айра и например он будет верить что те люди которые этим развитием следуют которые там перераспределяют средства которые дают грантов это делает наилучим образом наилучим образом развивает вот это пожертвование но объективизировать вот такого там взаимодействия очень сложно в конечном итоге будет это зависит от голосования которое было описано Сергеем в конечном итоге что получается это очень зеркально того что получилось в венчурном инвестиции в начале в принципе без проблем потому что это группа людей которые друг друга нашли друг друга понимают они реагируют гибко на условиях когда когда появится другое любое другое это начинается объективизировать например значит мы будем развивать вот такого типа программа тогда непонятно мы должны будем это развивать во первых из-за технических новелл или во вторых возможно из-за маркетинга должны ссылаться на конференции или должны будем привлекать людей которые расскажут тогда ответ на это но если людей просто расскажут тогда непонятно но о чем говорят потому что они не профессиональные они просто маркетинологи соответственно не могут ничего правильного сказать и то что произошел сейчас это в принципе надо было объединять чем мощнее будет группа тем больше мне кажется риск того что сейчас произошел при биткоине и потом что я понимаю при биткоине это произошел из совершенно понятных и предсказуемых причин это в этом случае видимо был блок сайз лимит это скорость работы там другой возможный тип типичный момент конфликта это как оплачивается расходов например за электронегию который требует система третий типичный параметр типичный повод для разглашения это параметр деятельности значит по идее если успешно проект ты хочешь расширать твой фундамент будет лучшим как определять что это возможности расширения будет потом что я понимаю как правило когда размещаешь криптовалют ты даешь инвесторам в определенном степи как это сформулировано протоколе в смарт контракт взаимодействует и менять повод менять предмет менять порядок согласования и тогда у тебя возникает проблема или там опасность в том что часть инвесторов говорит я недоволен я просто ухожу я сделаю другая компания мне кажется правильно замысел который я слышал что если компания есть хорошие доли в рынке при разделении компании для каждого компания чуть-чуть добавляется стоимость но если у компании плохой доли в рынке если она третья четвертая в рынке которым только нужно два тогда она потеряет потому что обе обе новые компании потеряют потому что инвесторы и рынок понимают что это компания которая будет исчезать в дальнейшем сколько вещей я попробовал листать себе здесь просто там условно говоря это тоже не больше чем здравый мысль в рыночной динамике которым у тебя новоторска новоторство очень большая вначале будут за новоторство очень много денег платить потому что все понимают что это хорошая цена хороший предмет за это там побыстрее будем что-то платить что позволяет нам развивать технологии как больше падает новоторство тем больше падает цену и она притом падает быстрее чем новоторство потому что когда-то инвесторы будут понимать это непрорывная технология это что-то там чуть-чуть побольше в то же самое время в развитии продукта потребность капитала по идее увеличится потому что чем меньше новоторство у тебя есть тем больше у тебя необходимо средства для того чтобы двигать свой продукт тоже по идее падает это там из бывшей экономики но мне кажется будет так же в экономике блокчейна падает число организации есть людей в начале которые говорят у меня прекрасный продукт и поэтому я буду выигрывать в рынке потом появится и другой появится и третий и тогда все там будет и они будут постараются быть первыми в конечном итоге остается там меньше почему мне кажется просто себе представить вот таких конечно не научных но просто общих отвечающихся на здравый смысл схем потому что мне кажется правильно себе представлять какими наверное мы находимся сейчас вот уровень наоборот ства большой цене высокий и поэтому надо использовать этот момент для того чтобы правильно действовать сейчас подхожу к скажем таком более уже негативном примере значит это вопрос регулирования мы с вами понимаем что регулятор не быстрый но тоже не полностью слепый значит как будет развиваться регулирование он будет когда-то регулировать он будет наверное регулировать это мой основной тисис следуя типичных для регулятора видов регулирования основной тисис здесь который отличается от того что там говорят сегодня государственные органы России это что когда-то будет регулироваться там криптовалюта как ценная бумага понимаю что там если был бизнес юрист он сразу сказал но это совершенно не ценное это ничего бумажного нет это совершенно по-другому и так далее и так далее мне кажется регулятор будет подходить к этому просто из-за простоту торговья токенов она похожа на торговые акции например и себе представить как налоговый агент будет описать итог торговья себе можно просто представить при этом в случае ICO это интересно то что то что мы видим уже сейчас что международный инвестор в международном уровне есть регуляторы там в Сингапуре и США которые это вот такого подхода к регулированию применяют к эмиссию в дальнейшем наверно будет вопрос по дополнительной эмиссии и то что сами болезненно значит скоро скоро будет по налогообложению я так понимаю что здесь в России сейчас хотят как товар регулировать там есть замысли мне кажется скоро скоро будет по-другому да и надо для себе помнить что сегодня регуляторы не очень понимают что там происходит в мире эфира но в принципе регулятор будет очень просто к этому подойти человек находится здесь он облагается налогом здесь пусть плати и чем меньше ты сказал тем меньше ты думал от того что будет в платежах тем меньше ты будешь расходов которые ты нес например платежа за криптовалют вычесть от того что налоговые органы будут хотеть когда-то вот мне кажется взгляд в далеком будущем значит и это действительно далеке будущее в конечном итоге будет очень значит опасна ситуация или будет для регулятора замысел регулировать вообще торговля токенов как бережевая торговля почему это как биржевая торговля потому что биржевая торговля по идее это какой-то например товар который за валют стран продается значит по идее сегодня не распространяется регулирование как биржи к токенов но для регулятора это наверное вообще понимать разницу между токенов и биржи сложно и для регуляторов тоже просто значит ты можешь видеть в каком-то экране в каком-то скажем биржевым площадкам какую-то там цифру этот факт что эта цифра видна в точке зрения регулятора это повод для манипуляции значит регулятор для регулятора тогда будет замысел о том что или тенденция о том что регулятор будет говорить любое формирование цен будет регулироваться как как ценная бумага конечно значит себе можно представить что ответ систем размещения токенов это просто мы виртуальны мы нигде мы не находимся нигде что тогда будет регулятор если нету поддержка какого-то регулятора который там говорит а это мое регулирование вы пожалуйста признаете это в обычном режиме дам уже конкретный пример если швейцарский регулятор говорит я это не признаю биржам и вы пожалуйста европейский регулятор имейте ввиду что я тоже нечасто но близко к вам тогда у вас какая-то сошита если гибрадский регулятор это говорит там европейский союз гибрадский регулятор что в Гибридском регуляторе, непонятно, кто это такой. Если договорить там, типа, какой-то регулятор в каком-то острове, так что это подходит. Если Сингапур, наверное, с Китаем можно поговорить, но не с Европой. Если какой-то регулятор говорит, это для меня понятно, это какой-то предмет, который я поддерживаю, тогда у вас какая-то подушка. Если это не будет, будут просто подходить к человеку и говорить, вы там что-то там сделаете, мы вам это запрещаем, потому что вы участвуете в остановлении там цен и, соответственно, вы сделаете что-то, которое нам поймать по-другому. Нет, соответственно, мы это вам запрещаем, потому что мы считаем это вредно. Поэтому, мне кажется, вот вопрос, который там был подстоянным Сергеем, мне кажется, очень важно, особенно имея, конечно, характеристика платформы, которую вы хотите строить, насколько быстро это ведет к какому-то публичному постранству, целесообразно, тесно работать с регулятором и выбрать как эта юрисдикция, которая более-менее международно признана. мне кажется, тоже там выше от точки зрения динозавров, значит, первый, который ты сделал, или вот там опыт динозавров, первый, который ты сделал, когда ты смотрел стартапов в ИБУМ, значит, пожалуйста, скажите мне, где интеллектуальные собственности. В этом связи я часто, конечно, слушаю, там, у нас open source, значит, никому не должен принадлежать интеллектуальной собственности. Я бы просто и коротко сказал, это за мысль. Почему это за мысль? Потому что для продвижения интеллектуальной собственности необходимо средство. Значит, в принципе, надо привлечь команду, которая продвигала open source. И эта команда должна знать, что это именно она. Если разработчик через два года говорит, не-не-не, это не вы, я буду менять команду. Вы, пожалуйста, другие занимаетесь. И при этом я хочу, чтобы занимались не за счет будущего прибыли, но занимались, пожалуйста, и тебе еще не получили никакого будущего прибыли. Вы получаете ничего. Вы занимались три года, но до свидания. Конечно, несправедливо. И, конечно, на этом базе маркетингировать невозможно. Поэтому я считаю, что в дальнейшем очень важно, чтобы хотят сказать организационную право и структуру как-то определять, потому что иначе все это медлитим когда-то и мы работаем на добросовестности, что неправильно. Работаем на того, что как-то получится, что неправильно. Особенно потому, что непонятно, какой часть будет open source, какой часть будет, тем не менее, за доходов и какой часть предназначен для того, чтобы поддерживать open source в дальнейшем, чтобы продвигать open source. Сейчас говорим о, скажем, необходимости иметь какое-то… продолжаем говорить о необходимости иметь хоть какая-то кооперативная структура. В чем… мы будем на это обратно ходить. Но если просто себе представлять налогообложение физлица, сравняя с налогообложением корпорации, намного проще, намного легче себе представлять, как планировать налогообложение криптовалют, если исходим из того, что когда-то будет облагаться это действительно налоговые органы, будут обращать внимание, будут потребовать подоходный налог или налог от прибыли, намного проще будет вычесть каких-то либо расходов от доходов, когда у тебя кооперативная структура. Конечно, очень большая угроза для криптовалют, что когда-то, если признают товаром, тогда торговля криптовалют, по идее, облагается НДС. И когда она облегается НДС, и это физлицо облагается НДС, тогда это смертельно, потому что на каждой транзакции надо будет добавлять НДС. НДС не получится. Значит, тогда, по идее, действительно надо, надо корпоративная структура. Сейчас вот глава, который, в принципе, отвечает, просто более приема на того, что там Сергей сказал, это переход на корпоративную структуру. Я с большим уважением, с большим интересом слушал то, что там, в принципе, мне объяснял Сергей там, когда встретились раньше в июне, и сейчас углублялся. Это то, что, в принципе, то, что происходит, это виртуальный мир, это что-то на базе эфириума. Эфириума и какая-то там группа людей, корпоративного управления в каком-то время. Это очень, очень хорошо сделано. Что это такое, от точки зрения юриста, это, по идее, товарищество без формирования юридического лица. И там подход к регулированию, значит, они, в принципе, когда подходят на это товарищество, они говорят, мы хотим, что действие было так, как это описано в фирме. Это, конечно, можно, таким образом можно работать, таким образом можно быть очень гибким, да, но это значит, как, мне кажется, там Сергей правильно сказал, что, в принципе, все там средства лежат на участников, они, у них там порядок распоряжения, там, криптовалют, того, что получится, значит, вопрос тогда о том, как переходить. По идее перехода есть двух частей. Во-первых, это перечисление деньги от вот такого там товарищества к организациям. Это, в принципе, вот это первая часть, это больше механика. Ты можешь это заимствовать, ты можешь там, как правило, как-то внос в уставленный капитал сделать, ты можешь, мог бы давать грант некоммерческой организации. Значит, это означало бы, что от криптовалют, которые находятся в группе лиц, переходит вот это или криптовалюта сама, или обмен к компанию. Мне кажется, по тому, что я слышу, и по тому, что там с коллегами тоже общаюсь, даже более сложно, это как это механически сделать. По тому, что я понимаю, банки в Швейцарии там сейчас ходят на того, чтобы понимать вообще, что это такое, как сделать QYC, значит, контрол против отмывания денег, и как тогда открывать счет. По тому, что я понимаю, значит, банки, по тому, что слышат своих там швейцарских коллег, еще не знают, как до конца регулировать вопрос, но подход будет такой. Значит, мы хотим понимать именно то, что Сергей сказал. Мы хотим понимать, как они взаимодействуют, откуда это. Мы хотим более-менее платформу понимать. Мы, возможно, сделаем каких-то тестов на этой платформе, насколько она открыта для мошенничества. И мы хотим сведений от тех, которые там сидят на этом дау, которые там принимают решение, что они не жулики, что они там действительно занимаются. Мы хотим их историю. Наверное, это хотят в важном виде или в приличном беседе. Это надо в каждом случае уточнить, и там опыт накапливать в развитии дела. Последнее, в принципе, большой, просто это именно вопрос коммерческой или некоммерческой организации. У нас с Сергеем уже давний разговор по этому направлению. Мне кажется, открыто говоря, что намного проще уже сразу думать о коммерческом организации. Не потому что я хочу вас столкнуть на коммерческой деятельности. И коммерческая организация может всегда сделать некоммерческие проекты. Даже коммерческая организация при большинстве стран, особенно западных стран, может легко дать дарение, может дарить кому-то чего-то, особенно если это направлено на развитие какого-то проекта. Значит, это можно вычесть налог на прибыль. И, соответственно, это просто больше вопрос к оформлению и договора, и бухучета, там, гранта. Какая проблема с некоммерческой организацией? Если сущность, очень много типов некоммерческих организаций, это и в Западе есть, и здесь сущность – это все, это то, что подлежит так называемым трастам. Когда говоришь в российском пространстве траста, всегда как юрист, юристы всегда начинают спорить, что есть какой-то траст по немецком праве, какой-то траст по американскому праве, что это совершенно разные вещи. В реальности это совершенно не так. Есть двух типов траста или доверительного управления. Это одно договорное, и другая – это форма, в которой ты поручаешь кому-то другому следовать какому-то цели, который ты сам следовать не сможешь. Показательный пример из истории – это была война в Иеропии в Средневеке, в которой просто шли все хрицари на Иерусалиме и поняли для семейства, что это как-то непонятно, насколько возврат им позволен, и подарили или передали для маленьких детей вместо опеки их имущества кому-то с целью, чтобы это обеспечить детей или жену и так далее. Вот историческая родина. В чем сегодня отличие? Конечно, в конечном итоге тот, который следует за исполнением конечного цели – это государство. Это или швейцарское, или немецкое, или еще там государство, которое дает, обеспечивает тем, которые дарят этим некоммерческим организациям деньги надзор. Что это значит? Что у тебя, в принципе, двух возможностей. или ты это, вот того, что ты описываешь, ты хочешь обеспечить, или как-то описываешь там абстрактно. Тогда у тебя как бремя, как обязательство выполнять то, что ты абстрактно описал. Например, развитие системы аэро. Тогда, по идее, кто-то там приходит и говорит, и начинает контролировать. Это действительно там для системы аэро? Или это просто там бездельничество, или это был там обед, там ужин и так далее, и так далее. Это, конечно, само по себе еще можно обеспечить. Я знаю, что это было очень модно в эфирном мире. Наверное, это в свое время оправдался, я бы сказал, наверное, в свое время оправдался новоторство этой идеи. Но в то же самое время это, во-первых, ограничил действие, потому что если не доказал, что проект, который этим занимался, годно для развития именно системы, ты не мог это сделать. Во-вторых, не надо забывать о том, что некоммерческая организация всегда дороже, чем коммерческая. Почему? Потому что ты, по идее, платишь за этот тип надзора. Ты платишь в разных степенях и в разных степенях прозначенности. Это именно вопрос к вопросу Сергея. Значит, объективных ответов в этом связи нет. Будут всегда юридические компании, которые говорят, мы вам все предоставим под ключ дешевле, чем все конкуренты. Как правило, эти юридические конкуренты действительно это сделают. Но сделать вещи, которые тебе через 2-3 года не очень нравятся, потому что ты не придумал, как это работает. Значит, ты будешь тогда увидеть, что это не так работает. Если выбрать между юрисдикцией, помнится очень такой старый анекдот. Я как ребенок жил в Бразилии, у нас инструктор по катанию на лошади был прекрасным, и он знал все. Я как мальчик пришел к нему и говорил, вот ножки, как-то там, вот эти все французы, у них там просто ситуация другая, они двигают по-другому. Значит, что лучше, наш, бразильский или французский? Говорит инструктор. Знаешь, это как священник. Есть один в ортодоксной церкви, есть другое в католитическом, есть третье в рефорируемом. Они все чуть-чуть по-другому, но цель одинаковая. Значит, это, наверное, годы в рамках того, что они сделают, но объективно сказать, что лучше, сложно. Что я хочу с этим сказать? Это, в принципе, выбор. Выбираешь, что тебе там больше нравится, более близко, значит, объективно выбирать между этими разными невозможно. И, по идее, когда-то надо брать на себе просто решение, как сделать. Последняя маленькая ремарка от этого все. Значит, не надо недооценивать сложности, о чем говорим. Значит, часть вещей, которые вы слышите, это относительно, по-моему, новости от криптовалют, которые сейчас лишние, а не от того, что как облагается налог сама криптовалюта. Надо вспомнить о том, что если у тебя, например, деньги в швейцарских франках, сто тысяч, они остаются сто тысяч в начале года и конец года. Криптовалюта колебается в отношении швейцарских франков. Тогда у швейцарского налогового органа, конечно, будет интерес к тому, чтобы вот прибыл, как прибыл считать и сразу облагать налог, при этом забывая о том, что в следующем году это могут быть убитков. Как можно видеть честь прибыл против убитков? Что с этим говорю, что это многогранная ситуация, и когда хочешь в основном со мной заниматься техническим вещам и не юридическим, лучше заранее подумать, что может произойти, чтобы ты в случае того, что происходит, меньше на это тратил время. Вот был, скажем, большим, маленьким, большим галопом, маленьких замечаний по всем, по теми самыми важными вопросами, которые, мне кажется, могут возникнуть. Я надеюсь, что получилось донести основную мысль о том, что мир динозавров не так отличается от мира, в котором вы находитесь, что необходимо их приближать. Чем быстрее нам это получится, чем органично и тем успешнее мы все будем. Спасибо. Спасибо, Макс. АПЛОДИСМЕНТЫ